Продолжение следует... Продолжение следует... Как раз-таки у нас есть сегодня в студию пришли те люди, которые непосредственно занимались предвыборной агитацией, занимались идеологической работой, которая помогла гражданам нашей страны сделать свой выбор и прийти на избирательные участки. Итак, депутат Маслихата области ЖТСУ Дигай Дамир Анатольевич и исполняющий обязанности директора КГУ КГМД Келесим Руфина Усанова. Итак, здравствуйте. Ну, наверное, слово первое дадим девушке. Руфина, я знаю, что вы были доверенным лицом нашего действующего и нынешнего президента Касымжа Марта Кемельевича Такаева. Скажите, пожалуйста, были ли трудности какие-то в этой работе и насколько интересно было работать в предвыборном штабе? И впервые ли вам приходится сталкиваться с такой работой? Спасибо большое, Антон. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Я бы хотела начать с того, что всем известно, во время создания избирательной комиссии была создана коалиция, народная коалиция, куда вошли политические партии плюс ряд независимых общественных объединений. Хотелось бы отметить, что Республиканское молодежное движение Ассамблея Жастара также вошло в состав коалиции. Именно от этого учреждения я и была избрана доверенным лицом Касымжа Марта Кемельевича Такаева. Данная работа не является для меня новой, так как всем известно, летом мы проводили референдум всенародный, и подобного рода встречи мы уже проводили с населением. В этот раз встречи проводились также, и они были более насыщены и более интересны. Интересны в плане того, что наше население включилось в большей степени именно в политику нашей страны, и им не безразлично будущее нашего государства. Очень много было высказываний в поддержку президента. Люди прям аудиториями вставали и аплодировали на наши призывающие лозунги, и все как один утверждали, что да, мы пойдем голосовать именно за Касымжа Марта Кемельевича. Даже некоторые говорили, зачем вы нам это говорите, мы же так все это знаем. И настрой нашего народа был очень решительный и положительный. То есть исход выборов, но для себя лично, именно ориентируясь на тот контингент, с которым я проводила встречи, для меня лично уже я понимала исход выборов. А скажите, пожалуйста, а приходилось, естественно, что вы представляете программу своего кандидата, за кого мы будем голосовать, каждая говорит о том, что какой он хороший, что он сделает. Приходилось ли с кем-то спорить или разъяснять детально вот те программные моменты, которые отразил в своей предвыборной программе наш президент? Ну, я бы не сказала, что по конкретным пунктам возникали вопросы, но возникали вопросы именно по реализации данных пунктов. То есть некоторые граждане все-таки говорили о том, что вот вы говорите, говорите, что новый Казахстан мы строим, а новых изменений как таковых мы не чувствуем здесь на местах. Но здесь мы все должны понимать, что никогда за один день, за один месяц и даже за один год мы не сможем что-то поменять. Нужно время, и это время мы должны дать нашему президенту, и не просто дать, а вместе с ним помогать ему в реализации данных процессов. Вот в эти семь лет. Да, конечно, в эти семь лет. Ну, Антон, опять-таки я бы хотела здесь подчеркнуть, что многие изменения мы с вами уже чувствуем. Мы должны отметить то, что в прошлом году, даже если брать период в один год, и на сегодняшний день мы на себе испытали ряд определенных изменений, которые, естественно, ведут к благосостоянию нашей страны. Спасибо. Я напомню, телефон прямого эфира программы сегодня, код города Талдыкурган 87282, собственно говоря, сам номер телефона 40 0109. Звоните, пожалуйста, задавайте свои вопросы и примите участие, так скажем, в наших небольших таких политических прениях, можно так назвать. Ну что ж, Дамир, теперь у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вот какие вопросы поднимали в ходе агитации работы с населением, и как вообще для вас лично проходила предвыборная программа? Ну мы вот с Руфиной Косымовной как раз таки являемся доверенными лицами, да, кандидата в президенты Косымжимата Кемельевича. Также мы входим в состав областного штаба, предвыборного штаба, как раз таки в поддержку на тот момент кандидата в президенты. Вообще, как все это проходило? Ну это действительно сейчас вообще позиция и контент, который делает президент, политический контент, он задает, его в первую очередь было требование, чтобы все встречи были формата без пафоса. Это прям четкая была такая задача, чтобы никаких пафосных встреч, никаких там высоких трибун и так далее, и так далее. То есть встречи проходили в свободном формате, встречи проходили действительно в живом диалоге с людьми, встречи проходили абсолютно доступным, обычным, понятным языком с населением. То есть где в основном, конечно, выслушивалось мнение общественности, то есть это наказы людей, это их пожелания, это их предложения, это их идеи. То есть на сегодняшний день именно республиканский штаб ставил задачу собрать максимально, сфокус сделать на регионы, то есть с регионов собрать как можно больше тех предложений, наказов, их мнений, которые они считают нужны по реализации, улучшению качества жизни вообще всего населения Казахстана. Поэтому это была одна из главных задач. Каким образом? Это были подготовлены заранее листы, бланки, которые где каждый, если кто-то стеснялся, а у нас есть такой стереотип, что люди не все могут высказаться, не все могут где-то побаиваться, возможно. Ну, естественно, все-таки раньше тоталитарно несколько была система, и люди боялись свободно высказывать свои мысли. Вот, поэтому ввиду этого, ввиду всей демократизации, о которой мы говорим, сейчас это был один из таких инструментов, в которые человек просто в свободном формате пишет предложение, он также предлагает или выносит определенную тематику своей проблемы и записывает. То есть все остальные, все наказы, собранные в ходе агитации, были направлены в центральный аппарат. И мы говорим, что эти вопросы действительно дойдут. Дойдут до администрации президента, дойдут до уполномоченных органов и так далее, и так далее. То есть вот я еще раз говорю, форматы, все форматы встреч, лично на которых я присутствовал за себя, я могу точно сказать, это были форматы без пафоса, свободном, открытом, доступном формате. То есть каждый человек мог высказать свое мнение. И высказывали, и поднимали проблемные вопросы, и поднимали, где-то были и резонансные вопросы, которые люди поднимали, и не стесняются, и не скрывали, и не боясь этого. То есть понимаете, вот так это и должно быть. То есть мы не можем всю жизнь говорить только о хорошем. Мы уже, пришло то время, когда мы говорим о тех вещах, которые нас действительно волнуют. А вот вы говорили, что люди писали, насколько большое досье оказалось по области ЖТСУ с пожеланиями к президенту и с теми проблемами, которые вот своему кандидату хотели наши потенциальные избиратели донести. Конечно, желающих было действительно достаточно. То есть каждый раз те члены штаба, которые вместе с нами ходили в рамках работы в качестве доверенных лиц, собирали определенные бланки, собирали действительно в достаточном количестве. То есть, например, я просто не знаю за своих коллег, в плане того, что сколько встреч, они действительно, мы по встречам около, в целом, если за период предвыборного периода, если брать по дню, то почти в день у нас было по 5, по 6, а то и по 7 встреч. И с каждой встречи, если так условно считать, то можно было наказов по 15-20 наказов собрать. То есть это есть наказы были, которые и в письменной форме, но наказы были и в устной форме. То есть, когда человек просто выступает, а мы уже фиксируем, поднимаем. То есть здесь же, я считаю, есть наказы, которые, Антон, не обязательно и наверх поднимать, потому что их надо здесь решать, на местах. То есть наказы не уровня, имеется в виду президента, а уровня области. То есть в таких случаях мы, как общественность, общественность, каждый уполномоченный орган где-то моментами решали на местах. То есть у нас здесь в области ЧТСУ. Так и должна работа идти. И максимально сегодня президент говорит о дебюрократизации. Зачем эти формальности, там официальное оформление запроса, писем, когда можно решить здесь, на месте и сейчас. Я думаю, вот к этому мы должны все стремимся. И это то, к чему призывает наш президент. Дебюрократизация. Максимально ее минимизировать. То есть получается, что на сегодняшний день те вопросы, которые мы можем решить на местах, мы уже не будем отправлять наверх, а решать здесь самостоятельно. Конечно, зачем ждать сверху сигнала, когда ты можешь отработать здесь, на месте, и человек будет сразу доволен, и вопрос будет в максимальной сроке решен. То есть я считаю, каждому, вообще в целом, любой уполномоченный орган или человек, который это компетентен, будь это спорт, у нас, например, в общественность, вот Руфина Касылна подметила, в общественность входили, ой, то есть в состав штаба входили не только там политические деятели, лидеры общественного мнения, спортсмены, ведущие, артисты, деятели культуры, союз ветеранов. То есть сегодня, на сегодняшний день, это целая народная, национальная коалиция объединилась вокруг президента, нашего Касмужа Маркиневича. И каждый в этой коалиции, как раз таки, если это вопрос по спорту поднимался, то человек, который ответственен за спорт, как раз он был в составе штаба, он полномочен сразу на месте решать, например. На месте это, условно говоря, то есть завтра, послезавтра, или в течение определенного срока, который здесь на уровне нашей области, ЖИЦУ. Пожалуйста, то есть если это что-то касательно ветеранов, пожалуйста, если это касательно детей нашего, у нас там в составе есть и директора дворца школьников, и ректор наш, да, сам, если это касательно образования, то есть на месте, сразу решали вопросы на местах. То есть так и должно в целом происходить, я думаю, на протяжении всего периода нашей деятельности. Ну, ни для кого не секрет, что область ЖИЦУ опять впереди всего Казахстана. То есть мы набрали наибольшее количество явки, набрали наибольшее количество проголосовавших, и, естественно, наибольшее количество голосов, отданные за нашего президента, в прошлом кандидата, и также президента, собственно говоря, Касым Жамарта Кемельевича Такаева. Скажите, пожалуйста, как вот нам удалось до таких результатов дойти? В чем секрет успеха вот именно того, что наши люди пошли? Ведь мы знаем, что есть города с большей политической активностью, такие как Астана, Алматы. Но, к сожалению, наблюдая за выбором, для меня было большим удивлением, что именно те города, которые мы всегда равняемся, где всегда кипит жизнь и творится, собственно говоря, всякие политические разные события. То есть и тут в главное политическое событие, а там раз и тишина. Так в чем успех наш, в нашей области ЖТСУ? Давайте я вас возьму. Пожалуйста, Руфина, давайте. Спасибо. Ну, в первую очередь, конечно, хотелось бы сказать от имени доверенного лица президента Касым Жамарта Кемельевича Такаева спасибо всем жителям области ЖТСУ за то, что они проявили такую активность, за то, что исполнили свой гражданский долг и примели участие в выборах. Ну, я так думаю, что, конечно, чувство гордости за наш регион, ведь Касым Жамарта Кемельевич, уроженец нашей области, вот это сыграло определенную роль в желании отдать свой голос. Ну и я опять-таки подмечу, что уровень осознанности нашего населения возрос, если исходить из периода даже 5 лет назад, то сегодня люди понимают, что да, мой голос важен, и да, мое решение сейчас будет строить будущее моего Казахстана, моих детей и, соответственно, будущего нации. Поэтому люди пошли голосовать именно осознанно, потому что понимают, что от них зависит сейчас, в каком Казахстане будем жить мы, вы и все граждане Республики Казахстан. Ну и отдельно хотелось бы отметить, что самую высокую явку по области, это, конечно же, показал Картальский район. Здесь вопросов возникать не должно, мне кажется, жители Картальского района, они просто обязаны были пойти, потому что это родина, малая родина нашего президента. И еще скажу, что область ЖТСУ, помимо самой высокой явки, показала хороший результат. Мы вошли в тройку лидеров по информационному освещению выборов. Поэтому за это тоже хочется сказать огромное спасибо нашим ЖТСУ. Ну что ж, вы что-то хотели бы добавить, Домир, к этому? Ну, в двух словах бы добавил, что, конечно, это очень обрадовало, потому что все-таки наша область вновь созданная относительно сроков. И это действительно очень хороший большой показатель для всех жителей в области ЖТСУ. Это огромная, конечно, работа всего штаба, общественного штаба, который именно внес свой вклад, да, вот, и нам говорили, что по информационной разносительной работе на первых местах быть, знаете, это тоже очень-очень большая работа, потому что сейчас весь фокус и все есть поток информации, это, конечно, в социальных сетях. И очень важно доносить там, да, важный контент, который мы хотим распространить на дальнейших, на всех жителей нашей области. Я думаю, действительно, все проявили свою политическую сознательность. Это мы показали, значит, ЖТСУ действительно в области не безразличны. Но я думаю, что сыграл тоже определенный фактор это январьских событий, потому что Талкурган в целом тоже был в эпицентре, да, давайте говорить откровенную правду в эпицентре событий, где люди на себе уже не по кадрам на телевидении, а на себе ощутили весь вот этот ужас, страх и действительно ужасные ощущения, да, и вообще страх именно за будущее. Я думаю, здесь вот вопросов действительно не должно быть, да, президент просто показал свой отважный, храбрый, да, мужественный характер, характер лидера, характера президента, характера дипломата, который сумел, самое главное, вовремя все это урегулировать. И это очень самое важное. Я думаю, каждый, не только житель области ЖТСУ, а в целом каждый наш гражданин это понял, осознал, перезагрузился и уже действительно смотрит на всю политическую ситуацию с другой стороны и по другим углам. Понятно, что президент намерен провести очень много реформ. Вот в чем их уникальность и что на Ваше взгляд среди всего того, что было предложено президентом, самое интересное для нас? У нас три этапа, мы знаем, да, уже, которые миновали у нас. Это вообще очень большая долгосрочная политическая перспектива по реформам. Вообще любая реформа никогда не проводится в быстрые сроки. Если действительно, вот мне Русина Косына подметила, что многие спрашивают, когда же, когда же наступит тот самый Казахстан, которого все мы ждем, да, то надо полагать, что мы сами в эпицентре должны все это и делать, и строить. Не кто-то за нас раз и принес, и он построился, а мы сами его строим. Каждый по кирпичику строит и есть тот самый справедливый Казахстан. Что касается первого этапа, это были конституционные референдумы по конституции, второй этап, сейчас мы прошли президентские выборы, и у нас еще третий этап предстоит на следующий год, это парламентские выборы и маслехатов всех уровней. То есть здесь как раз-таки мы говорим о том, что эта система, которую предлагает президент, в чем уникальность, вот вы спросили, Антон, очень много действительно фишек, вещей, которые отмечают и зарубежные политологи. Это вот тот самый, мы говорим, срок на 7 лет, который как раз-таки говорит про демократизацию. Мы говорим, что новый пункт у нас появился против всех, и вы видели по процентному соотношению, это на втором месте, да? Воспользовались люди, воспользовались. На второе место. А почему многие? Вот у нас опять спрашивают, зачем против всех, да, это якобы графа. Это было тоже у нас в ходе встречи. Это как раз-таки говорит о том, зачем это нужно против всех, всех показывает уровень демократизации нашей страны, насколько мы готовы к демократии. То есть показать, что действительно людям не устраивают все кандидаты. И это тоже, президент говорил, это должны знать, чтобы делать выводы, делать какие-то итоги по предстоящим реформам, да? И как раз-таки это говорит о том, что мы, Казахстан, как молодая, современная, развивающая страна, идем вот к этим событиям поэтапно, постепенно. И то, что сегодня, которые уникальные реформы предлагают, президент, они действительно находят такую свою изюминку, свою фишку по-своему. Поэтому я считаю, что есть очень много вещей и про детей до 18 лет, что инвест доход, да, у нас будет, тоже это прям всех так обрадовало, так мотивировало. Что касательно нашей области, ЖИЦУ, это зарубежный технологический университет, у нас, да, филиал будет зарубежного вуза. Что это сделать? Это сократить, в первую очередь, отток молодежи. Все же в Астану, в Алмату рвутся. Учитанные люди там остались здесь, да, которые не покидают и патриоты своего города, своей области, вот таких, как мы с Руфином, например, и как вы, Дажанту, в том числе. Поэтому я считаю, что здесь сократить отток. Горно-лыжный комплекс, да, у нас будет в районе Текеле. Это же шикарное развитие туризма. Пожалуйста, дорога на Бурхамбулак. Бурхамбулак, это, я уверен, что люди со всего мира туда будут приезжать. Это какой уникальный водопад, наше достояние. Возможно, и в будущем достояние ЮНЕСКО будет. Пожалуйста, то есть Балхаш, Алаколь, такие зоны. Я в ходе, например, своей деятельности, да, научной деятельности побыла в различных странах, да, например. И глядя на вот эти моря, я понял однозначно, что лучше воды на Балхашей и на Алаколе действительно нет. И это не лезь и не фастоство. Это просто реально очевидные факты. Константация фактов. Константация фактов. И когда вот мировая общественность об этом узнает, вот увидите, будут приезжать к нам. И это в руках молодежи, которые будут продвигать Алаколь, Балхаш, Бурхамбула, Кольсай, Ханьде и так далее. Вот тогда действительно мы будем в авангарде. И область жительства, я думаю, о себе еще заявит с такой высокой трибуны, в хорошем смысле этого слова, что будет в авангарде самых крутых политических событий. Замечательно. А у нас есть телефонный звонок и, соответственно, вопрос от нашего телезрителя. Говорите, пожалуйста, вы в эфире, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот теперь у нас, я так понимаю, что в течение семи лет казахстан должен, казахстанцы должны что-то сделать для того, чтобы через семь лет у нас появился такой же кандидат, как и с такой же популярностью, с таким же доверием, с такой же надеждой, чтобы народ имел такого человека, за которого он мог бы вот так вот проголосовать, как сейчас народ проголосовал за действующего президента. Вот кто, что и как мы должны провести какую-то работу, как подготовиться к следующему президентским выборам таким образом, чтобы следующий президент действительно был не менее чем тот кандидат, за которого мы сегодня проголосовали, которому мы доверяем, и на которого мы возлагаем вот такие вот надежды. Вот как мы будем готовить следующего президента, если мы не сможем уже на второй срок перезбрать, что Касимир Владимирович Токаева. Спасибо. Спасибо. И достаточно интересный такой вопрос такой каверзный. Это вот как раз таки о чем мы говорили, что сейчас уровень политизированности нашего общества, сейчас конкретно области ЖИТСУ, говорим, достаточно высок. Видите, наших граждан уже интересует будущее через 7 лет. Дальновидное. Да, очень дальновидное. Вот как вот интересно, тоже действительно очень интересно вопрос, как мы будем искать ту фигуру на небосклоне политики Казахстана, за которым мы пойдем дальше через 7 лет? Ну, я думаю, что на сегодняшний день очень много грамотных, молодых политиков, которые пока, наверное, недостаточно, но тем не менее уже имеют определенный багаж, определенный опыт, и которые, в принципе, могут рассматриваться как потенциальные руководители государства. Ну, я уверена, над этим вопросом, если мы задаем его сегодня, над этим вопросом уже, скорее всего, задумываются вышестоящие руководства страны, и, скорее всего, есть человек, ну, опять-таки, потенциально возможный кандидат. Ну, я сама так думаю. Конкретно на данный вопрос я ответить не могу. Может, Дамир Анатольевич что-то скажет. Предположения какие-то. Да, какие-то предположения. А сказать, что вот он будет, ну, это... Ну, естественно, это все равно, что гадать на кофейной гуще, сложится, не сложится. Приемник, ну, возможно, какой-то кандидат все-таки есть. Ну, я так думаю. Ваше мнение, Дамир? Ну, я вообще полагаю, у нас только прошли нынешние выборы, да, и нам сейчас надо вообще сфокусироваться на эти предстоящие 7 лет. 7 лет, где должна быть огромная работа. Конечно, радует, что у нас люди задаются таким вопросом и смутают, да, на один шаг вперед или там на целых два шага вперед. Но здесь, если касательно с точки зрения там политики и политологии, да, я думаю, что нынешний президент, которого мы избрали, важно, которые реформы он предложил, да, их важно сегодня выполнять и важно продолжать. Потому что я думаю, что не только общественность, и у нас, и согласно там соцопросу, и данным зарубежных экспертов, это действительно очень уникальные современные политические реформы. Их важно, если это будет следующий приедет, про которого задали вопрос, да, в следующие 7 лет, их важно воплощать. То есть у нас есть фокус, у нас есть регламент, у нас есть дедлайн, да, то есть дедлайн это целых 7 лет. За эти 7 лет, возможно, мы никто, как вы сказали, не предсказатели, не ясновидящие, да, успеем ли мы все с вами продолжить те политические реформы, которые сегодня задал курс наш президент. Важно их действительно продолжать, завершать, модернизировать, да, возможно. Я думаю, это будет одна из задач следующего президента, как раз модернизировать и продолжить курс. Может, у него свое видение будет. Но вот так однозначно говорить, готовы ли мы, да, все мы готовы к тому, что сегодня нужно работать над тем, что мы делаем. Это очень важно. Ну что ж, спасибо большое, что вы нашли время прийти к нам в студию, прямого эфира, ответить на наши вопросы. Ну, мое мнение такое, что ближайшие 7 лет нам покажут, как нам жить дальше. И именно в этот момент на политическом небосклоне Казахстана, нашей страны, учитывая те шаги, которые мы ведем на пути к демократизации, все-таки появятся политические фигуры, достойные уважения, которые смогут повести за собой народ. Но об этом думать еще рано. Надо сфокусироваться, как вы правильно сказали, на ближайшие 7 лет и сделать нашу жизнь вместе с нашим президентом лучше. Еще раз спасибо вам, что вы нашли время прийти к нам в студию. Желаю успехов в вашем работе. Ну, а нашим телезрителям я желаю иметь четкую гражданскую позицию и быть политически активным. Не забывайте, что от каждого из нас зависит наша дальнейшая судьба. И не только местечкова как-то одного или другого человека, а в целом всей страны. До следующей встречи в эфире телеканала ЖТСУ. До свидания.